Легкий вятских полян. Целый лесной массив городской зоны отдыха стал жертвой популяции жука-типографа. Маленький вредитель превратил лесные насаждения в сухостой. Спасать лес, а точнее высаживать новые будут всем миром. Репортаж наших вятскополянских коллег. Долгое время местные власти не знали, как подступиться к проблеме и, главным образом, где найти средства на лечение любимого места отдыха горожан под названием «Стрелка». С каждым засушливым летом в пригородных лесах жука-типографа становилось больше, а зеленых елей все меньше. Выход был найден после того, как муниципальное образование Вятские поляны было включено в программу поддержки местных инициатив. Так родился проект «Легкие нашего города». Там очень много было инициативы людей, которые не вышли в ту или иную общественную организацию, но, по крайней мере, они желали, и шли, и сдавали деньги, допустим, или предлагали организовать субботники, предлагали участвовать в этих субботниках. Благое дело оценила экспертная комиссия, и на реализацию проекта местных инициатив «Легкие нашего города» было выделено из областного бюджета 947 тысяч рублей. В софинансировании проекта принимают участие муниципалитет, спонсоры и население. Вырубить лес, пораженный жуком-типографом, на его место высадить новые лесные культуры предстоит до 1 ноября текущего года. Работа находится в двух направлениях. Это первое, при осуществлении помощи департамента леса Кировской области. Мы сейчас проводим документацию в соответствии, чтобы можно было на законных основаниях производить рубку пораженных участков леса. И второй этап – это уже «Легкие города», где на месте вырубленного леса должны быть осуществлены посадки другого нового леса. На месте сухостойных елей появятся саженцы сосны. Посадить свое дерево сможет любой житель Вятских полян. Тем самым вдохнуть жизнь в «Легкие города» и оставить память на века. Сосновый бор на стрелке. Людмила Агалакова, Андрей Третьяк, Вести, Кировская область. Продолжение следует...